Доброе утро, друзья! Доброе утро! Фу! Помыли чем-то в лифте таким вонючим. Ну что, погнали на очередную химиотерапию. Это какая у меня этот раз? Я уже не помню, представляете, что у меня пятая или шестая. Моя девочка стоит. Старая машина была от полоски до полоски. Прям вообще впритык. И чтобы там хоть немножечко пройти, ну совсем капелюшку. И тут морда аж сюда ее выходила. Это такая малышка. Вот. Так. Моя подушечка, бутылочка с водой. Вот. Короче, мамка готова. Тут, видите, сколько места, посмотрите. Да, вот это, конечно, с одной стороны хорошо, а с другой стороны плохо. Но все равно это преимущество маленькой машинки. Так, все, друзья. Я, в общем, поехала. Потом с вами поболтаем. Так, ну что, друзья, все. Я приехала, как всегда. Вот это всегда мои два этих... Ну, 99% я всегда стою. 61-й, номер 62-й. Такая маленькая прям вообще. Ну, такой вообще нет ни камеры заднего вида, ни парактроника. Ну, вообще ничего нет. Ну, настолько машина базик-базик, что вообще... У меня этот паркинг все время ассоциируется только с таким, знаете, не с праздником, а только с больницей. В принципе, можно было и здесь ставить. Я на маленькой машине-то моя старая машина сюда не влазит. А, да, да. тиху и вот панорама нашего дня на сегодня ну что я погнала друзья еле сегодня еду сегодня не надевала даже корсет потому что не очень хорошо себя чувствую так пару слов с вами перекинуть то есть я уже за этот месяц отвыкла от всей этой такой вот еды которые более жирная до майонезы там вообще не не зашло мне вот и так скажем не очень хорошо в общем и живот болит и в общем короче не буду вдаваться в подробности главное в том что не хорошо так что не стала сдавливать все это утром поставила себе будильник думала себе сырника в этом в аэрогриле запеку потому что сейчас же будут стоять чуть ли там не рот проверять еле не ели ничего не хотелось а теперь думаю ну что теперь придется идти в кафе что-то все равно себе выдумывать такие вот дела так что праздники немножечко пошли не по плану так друзья ну еще пару минуточек с вами поговорю сегодня моего любимого тоже день рождения солнышко мы тебя все поздравляем с днем рождения желаем тебе прежде всего крепкого здоровья мирного неба над головой а любовь заботу внимание мы всей семьей тебе подарим так что будь счастлив и здорово остальное все будет вот так вот друзья я себя конечно после дня рождение чувствую не очень хорошо еда то которая которая от которой я отвыкла не усвоилась так как надо так что сегодня даже без корсета так что сегодня передвигаться будет сложно по больнице но не стало себя ничего сдавливать потому что и животу болит и как-то вот все ну в общем не хорошо так что все я уже отвыкла от всех вот таких вот сложных жирных блюд да для меня хоть и мы этот майонез там домашний все но так что вот так вот все друзья погнала я сейчас сдаю кровь вот и потом уже иду сначала к онкологу получаю результаты анализов и потом уже если все хорошо я думаю что все будет хорошо вот я пойду на иммунотерапию единственное что я утром думала я поставила будильник думала стану положу себе пару сырников в аэрогриль чтоб не на сковородке и возьму с собой но что-то так себя не очень хорошо чувствовала в плане желудка и не стало ничего думаю не буду продуману блин а мне все равно не пусть она вернет заставит что-нибудь завтракать а здесь кроме то стада и десертов ничего нет сейчас что-то буду думать переключусь вот так потому что так приходится слишком кричать шумно возле дороги так мои хорошие все в общем я погнала сдам кровь ну и потом как всегда с вами поговорим расскажу как она и что это наверное уже после этой иммунотерапии должны мне назначить кт это я так думаю все пошла так ну что все получила я уже вот тут куча врачей так упс сдаю кровь иду завтракать потом все остальное все как всегда так друзья ну что все взяла я завтрак не хочу есть вообще ну ну надо что у меня тут у меня тут цельнозерновой хлебушек с томатом и с вот таким вот сыром ну типа брынза да нашей и кофе взяла этот без кофеина вот так вот буду завтракать хотя бы может один кусочек съем и все и пойду покорять дальше мир вот так вот вот так вот так друзья ну что пару слов теперь я вам не снимала там больницы потому что друзья не знаю что со мной сегодня было но мне только поставили капельницу я просто не могла с собой совладеть я так сильно хотела спать как просто как никогда не принесли еду я хоть это не ем да сейчас но все равно я даже не открывала ни воду ничего все несу домой потому что я открыла глаза все лежит возле это возле меня на пофиге но не знаю просто может от того что все таки у меня было жуткое расстройство я плохо спала и она меня немножечко подкосила но не знаю так что ничего я вам не снимала там не принципе так сказать именно по иммунотерапии ничего да получается 5 монотерапии уже позади вот вот сегодня я получила уже очередную вот она следующую неделю ой на следующую неделю на следующий раз у меня следующая монотерапия будет и 26 ноября вот это мои анализы которые я сдавала этот раз все этих звездочек уже поменьше гемоглобин уже полностью восстановился 131 вот при норме 123 153 так что нормально лейкоциты 5 и 8 тромбоциты 193 ну то есть это я только вот говорю такое что самое главное если вдруг кому-то интересно так значит это получается вообще как как тот раз было и как говорилось о том что проходишь прохожу 5 или 6 6 6 этих иммунотерапии и потом уже будет к ты я конечно думала что сегодня он мне уже даст направление все что я пойду на как и ну нет получается у меня как и будет там в первых числах декабря то есть я пройду 26 числа иммунотерапию и потом уже этому отойду и пойду сразу на кт если честно у меня уже мне еще наверно так никогда в жизни не хотелось к ты как как этот раз потому что хочется вот это вы знаете успокоение успокоение душе вот так вот так что принципе же говорю показать и рассказать вам особо ничего главное что все прошло завтра нужно только выстоять выстоять день завтра еще этот надо маму отвезти в больницу потому что этот выбросили все таки выбили ситу к урологу да и завтра она пойдет и пусть решают пусть выписывает какие-то таблетки нужно же как-то действовать потому что вот такое вот подвешенное состояние постоянно вот эти нервы все и моя мама очень много чего скрывает потому что пытается до последнего держаться молодцом и скрывать о том что ей плохо брать чрезмерное количество работы на свои плечи я конечно понимаю что она во многом хочет мне помочь и хочет меня огородить от всех вот этих вот домашних трудностей но мне тоже вот это вот жертвоприношение абсолютно не надо я хочу чтобы мы разделяли нормально все это вот такие вот дела друзья на день рождения посидели хорошо отдохнули хорошо чистота по домашнему в кругу семьи вот конечно бы хотелось так чтоб где-то там может быть немножечко потанцевать все это в общем и так хорошо и так хорошо сегодня у макса тоже день рождения повар сделал ему приятно пусть какой бы там не было это но все равно сделал тортик постарался и поздравила в общем его команда так что папа наш тоже сегодня именинник так обычно всегда у них когда у кого-то там день рождения из офицеров да то они обычно там в этот день там начнут там или шашлыки и жарят или повар там что-то наготавливает они все собираются в праздничное в этом кают компании там или где у них там отведена это барбекю зона где они жарят мясо и они так немножечко отмечают но сегодня отмечать они не будут потому что у них какого-то фига непонятно почему уже наверно около двух недель находится представитель компании с ними на пароходе катается смысл пребывания его на судне никто не знает ну в общем история все умалчивает так что праздник отменяется потому что но это уже совсем ну а так в общем друзья все хорошо все я уже выехала сейчас остановилась просто спокойно думаю вам спокойной обстановке запишу вам видео и я еду домой еду домой сейчас пообедаю и буду отдыхать буду восстанавливаться буду набираться сил сегодняшнего дня я уже в строю вновь все перехожу опять на весы правильное питание друзья постоянно постоянно много вопроса я понимаю что да вопросы эти будут и будут но я вам говорила и тот кто не слышал да потому что опять спрашиваю 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 чем он тебе надо чем друзья я вам еще раз повторяю я это все затеяла для того чтобы мне сбросить вес чтобы вес так как вес продолжал расти мне очень нужно так чтобы я могла в своей клинике проходить компьютерную томографию вот так потому что там ограничение мне этого не надо ну и естественно помимо помимо ограничения естественно это бы мне тоже не помешало в том что для красоты это тоже будет полезно блин у меня наверное будет прыгать картинка потому что сильно так вот близко машина с ним а я у меня у моей машины машине везде вот эти вот крепления максимуме боже как в дурдоме тут висит и для телефона тут стоит для телефона там это все для телефон я говорю это автомобиль блогера блогера так что терпи все друзья я вас целые я вас обнимаю я всем желаю хорошего дня и желаю прекрасного настроения пусть все у вас будет хорошо я безмерно вам благодарна и спасибо вам огромное за добрые теплые слова и за поддержку я вас обняла и до встречи папа